Всем привет! Это Максим Малецкий из Рима, Анатолий из Парижа и Александр из Барселоны. Мы тут собрались все вместе на карантине, так как в каждой из наших стран сейчас в данный момент проходит карантин. Мы все гиды, каждый в нашем собственном городе. И мы решили тут пообщаться немного между собой и сравнить, как у нас проходит карантин, что, собственно, происходит и как мы, скажем так, живем и проживаем и выживаем. Соответственно, меня вы уже все знаете. Вот Анатолий тоже может представиться от себя. Анатолий? Я уже 15 лет работаю гидом. Начинал с работы в Барселоне, там, где живет сейчас Алехандро. А сейчас я работаю по всей Франции, то есть я делаю региональные экскурсии по всем 13 большим регионам Франции. Поэтому информация у меня по всем регионам и по всей Франции достаточно подробная по поводу того, что сейчас происходит. Анатолий есть. Я работаю в Барселоне, где прожил 7 лет. Насладившись всей экзотикой, решил вернуться в старый мир, в Европу. И страна, которая меня больше всего привлекла – Испания. И я с этим выбором не ошибся. Ну и Барселона, конечно, это классика балка. Слушайте, ну, интересно, какая сейчас у каждого из нас ситуация? Вот, например, я лично о себе могу сказать из Рима. О нас вот мы, наверное, была первая страна, которая вошла в карантин, которая приняла эти меры. Мы приняли, я даже помню, 9 марта эти меры карантин, потому что на самом деле у нас уже очень быстро пошел пик заражений. И на данный момент мы сейчас ждем, когда это все закончится, потому что цифры как бы подсказывают нам то, что, может быть, это закончится. Но люди уже подустали. И на улицу выходить нельзя. Можно только под некоторыми предлогами, например, собаку выгулять или спортом заняться. Нам почему-то это разрешили. Ну или в супермаркет, или в аптеку. Какая у вас ситуация? Как вас пускают или не выпускают в ваших городах? В чем разница? У нас позже объявили карантин. Ну, первая страна, насколько я знаю, сначала Китай, потом Гонконг, потом Южная Корея. Италия, действительно, в Европе реально первая, кто ввел карантин. Мы после Италии ввели через три недели. У нас введение карантина конец марта, причем мы всего за три дня до того, как Всемирная Организация Здравоохранения объявила коронавирус пандемией. То есть у нас власть запаздывала. Ну как, у нас власть достаточно специфическая, очень нерешительная. По-ленински шаг вперед, два шага назад. Долго-долго решали, что делать, не перекрывали границы. Например, те же приграничные зоны, где уже в Италии бушевал во всю коронавирус. У нас свободна была автомобильная связь, никто не перекрывал дороги, никто не перекрывал страну. Ну, за это поплатились, потому что было несколько очагов заражения таких достаточно серьезных. Ну, один из них вот сейчас у нас в Милюзе, это вот восточная часть Франции, регион Эльзас. И заражение пошло из евангелистской церкви. Там на протяжении пяти дней собирались священники и верующие. Две с половиной тысячи человек. В общем-то, все перезаражали друг друга. И потом радостно разъехались в разные стороны Франции. И вот сейчас эти очаги, они как бы вспыхнули в нескольких точках. И, честно говоря, Франция не справляется, потому что на протяжении долгого времени была у нас проводилась реформа медицинского обслуживания, при котором в общей сложности во Франции было уничтожено с 2000 года порядка ста тысяч кое-ко-мест. И вот, например, на сегодняшний день количество свободных мест для госпитального обслуживания с аппаратами ИВЛ, искусственной вентиляцией легких в Париже равно нулю. То есть вновь поступающие больные, ну куда их помещать, никто не знает. Ну там либо по очереди, либо как, я не знаю, как все это будет происходить. Поэтому у нас сейчас пытаются все ужесточать и ужесточать, ужесточать систему вот этого, систему карантина. Начали просто с запрета выходить. Хотя разрешено было там, разрешены были о проведении рынков городских. Ну, представляете, то есть тебе не разрешают выходить на улицу, но в то же время там разрешают проведение городского рынка. Куда собираются там 3000 человек, и они там между собой ходят. Естественно, никакой социальной дистанции, как сейчас говорят, там в метр минимум. Ее нету, то есть они трутся друг от друга там возле этих лавочников. Ну, сейчас вроде это запретили. Потом опять разрешили, только по специальному разрешению. То есть если это будет соответствовать каким-то определенным условиям. Ну, а остальные простые французы, они сидят по домам. То есть так оно послушно. Выходить у нас можно только в магазины, в аптеку. Ну, либо на час побегать. Ну, опять, сейчас у нас именные документы. То есть ты пишешь документ, ты пишешь, в каком часу ты выходишь, в каком придешь. Подписываешься. Этот документ действительно только на один день и только на один час. То есть вот ты вышел, ты вернулся. Если тебя ловят на улице, у тебя сначала легкий штраф 135 евро. Ну, а потом он при повторном вылове уже мультиплицируется. И вплоть до уголовного заключения. То есть мы достаточно жестко сейчас начали действовать. Но немножко поздновато, потому что мы как бы, если посмотреть, у нас развитие вот в период карантина даже. Количество больных, количество умерших. Ну, мы немножко ниже идем, чем Италия. Но, в принципе, в той же плоскости. Александр, что у вас там в Барселоне? Да. Значит, приблизительно то же самое, что и прокомментировал Анатолий. Началось у нас это все где-то через две недели после того, как появились такие плохие новости из Италии. Но что я хотел бы прокомментировать. Понятно, что все к этому отнеслись несерьезно, скажем так. Дело в том, что были прецеденты. Это куриный грипп, свиной грипп, который как бы людей сначала насторожил, а потом расслабил. Поэтому люди это восприняли как очередной какой-то грипп, который также пройдет, как и предыдущий. Эта реакция была у всех такая. Да, потом начали люди умирать и, соответственно, начали принимать меры по предотвращению этой эпидемии. Но уже было слишком поздно. Дело в том, что когда начали объяснять, какие симптомы этого заболевания, то, общаясь с моими друзьями из города, эти симптомы уже были в январе месяце. То есть в начале января люди уже этим болели. И болели очень жестко. Это непосредственно мои знакомые. Это температура под 40 градусов. Это сухой кашель, очень сильный и очень продолжительный. Люди ездили в больницу. Как обычно, им выписывали какие-то там медикаменты. Они возвращались. И, соответственно, сколько не пей эти медикаменты, неделю ты болеешь или две. Но кашель у них продолжался в течение двух недель. И температура долго не сбивалась. Потом, соответственно, иммунитет сработал, люди выздоровели. И потом уже через три недели... Потом началось в Италии. И потом началось вот у нас. То бишь, все это началось гораздо раньше. Просто люди еще не осознавали. А уже масштабное заражение просто попало в новости только сейчас. Поэтому сейчас принимаются такие жесткие меры. Хотя это все началось гораздо раньше. Это мой анализ. Это как бы не официальные данные, комментирую. А это то, что я общался непосредственно с моими друзьями, которые переболели. И они не проверялись на COVID-19, соответственно. Но симптомы очень похожи. И такого, говорит, что как ни у одного, так и ни у другого. Я знаю два человека. Никогда они так не болели. Ну вот у нас в Италии, в принципе, тоже начиналось очень похоже. Что интересно, то что первые случаи коронавируса у нас появились где-то на неделе 2-3 до того, как началась эпидемия. И это были два китайца, пара китайцев. Там мужчина и женщина где-то в возрасте, не знаю, 60 лет, может больше даже. Я их лично не видел, но я так помню, слышал. И они проживали в отеле прямо рядом с Колизеем. Это были просто туристы. И вот почувствовали себя плохо, что один, что другая. В общем, им вызвали скорую. И скорая приехала сразу уже в белых халатах, очки, респираторы вот эти вот. И появилась куча фотографий в интернете. Потому что кто гид пройдет мимо, кто машина какая-то проедет. Все фотографировали двоих китайцев, таких почти в шоке. И вокруг них все в белых халатах прямо возле Колизея. Это, конечно, очень так смотрелось необычно. И это было за несколько недель. Их положили в больницу сюда. И сказали, что они вне, скажем, вне опасности их жизни, вне опасности. То есть их будем лечить. И все, больше случаев не было. А все ведь думали, что заражение придет из Китая через центральные туристические города. Там Рим, Венеция, Флоренция и так далее. Ничего подобного. Откуда происходит официальное заражение? Из маленького города, который называется Подоньо. Вот я сколько Италию объездил, очень много. Я никогда в этом городе не был. Это где-то там на севере, недалеко от Милана, Альпы. Вот там вот маленький город. Может тысяч десять жителей. И как туда вообще попал бы какой-то китаец? Он туда никогда не попал. Оказывается, это какой-то немец. Там связался с каким-то китайцем. В общем, там забрел весь город. Все старики, все пожилые. Ну, на итальянцев это никак не подействовало. Солнечные дни. Все на пляжах. Ну, не купались, конечно же, сидели. В парках сидели. Аперитивчики вот эти по-милански. Все собирались толпами. Им говорили, не выходите. Они прямо там рядом в офицентре. И все гулять, и все тусить. Им интервью, когда у них брали, молодежь говорит, да ладно, это грипп, это все ерунда, это не страшно. Мы слишком молоды, чтобы сидеть, заперти дома. И потом, вот в итоге, когда 8 марта были вот эти все посиделки в парках, наверное, я вот думаю, им просто показали в парламенте видео, как говорят, сидите дома, все в парке сидят. И вот они в понедельник 9 марта приняли этот закон. И с утра 10 марта уже нельзя было выходить из дома. Тогда рестораны начали закрываться в 18, позже их полностью закрыли. Так вот постепенно-постепенно изолировали каждого дома. Поэтому изначально никто не верил в нас вообще в никакие эти эпидемии, никакие гриппы, никакие коронавирусы. Все думали, что это всех обойдет. А сейчас все очень мирно сидят дома и ждут, пока это все закончится. Это большая разница, наверное, между то, как мы сейчас понимаем карантин, и то, как мы думали еще буквально 3 недели назад. Я думаю, это у вас, в ваших странах, в ваших городах было, наверное, то же самое. Потому что мир еще с таким не сталкивался, тем более Европа. На самом деле сталкивался уже. Сталкивался неоднократно. И это не первая эпидемия коронавируса. Мне интересно, мне понравилось, недавно я слушал разговор специалистов на французском телевидении, эпидемиологов. И на самом деле из одного миллиона вирусов, существующих на планете Земля, у нас в нами изучено только 6 тысяч. То есть на самом деле мы знаем вообще мизер. И они существуют уже больше полутора миллиардов лет. Человечество там 30 тысяч. Эпидемиолог сказал очень интересную фразу, что на самом деле мы в гостях у вирусов. То есть мы на какое-то время просто появились, человечество у них. Они используют нас как пищевую базу. И когда мы исчезем, они еще будут. То есть поэтому на самом деле вещь пугающая. Но были вирусы, было же Эбола, был тот же свиной грипп, у которых там смертность у них 45-50%. А у самого коронавируса смертность-то небольшая. Очень хорошая выборка была в Южной Корее сделана, потому что они пошли немножко по другому пути. Они просто взяли всех, всех проверили. То есть у них была повальная проверка. И они всех, кто заболел, они их сразу посадили на карантин. То есть у них была возможность, по сути, проконтролировать всю страну. И у них, по их данным, получается, что смертность там немного превосходит 1%. Ну, для сравнения, там у сезонного гриппа иногда до 5-6. Поэтому тут как бы это не самое страшное. Самое страшное – это то, что он распространяется достаточно быстро. И информационная шумиха вокруг. Потому что до сих пор ни один вирус не сопровождался такой интенсивной информатакой. У нас, по крайней мере, там, когда смотришь телевизор, то просто ужас ужасный. Вы верите вашим СМИ? Конечно. Что-то как? Нет. Нет, нет, нет. Однозначно нет. Ну, может быть, статистики – да. Но у нас проблема в чем? У нас очень поздно среагировало правительство. Им нужно было отбрехаться. То есть они до сих пор… У них половина выступления. У нас выступает главный специалист и главный эпидемиолог страны, который сейчас занимается как раз… Он каждый вечер там в 7-7.15 выступает по телевидению, рассказывая там о текущей ситуации. И у него половина выступления – это он рассказывает, как вовремя все среагировали и как хорошо работает правительство. На самом деле, никудышно работает правительство. У нас производство масок, например, в день – 5 миллионов. Необходимость в масках. Только для профессионалов – 40 миллионов. То есть, когда во Франции проходила вот эта медицинская реформа, например, при Сарказе у нас была замечательная… Замечательный министр здравоохранения вошло. И она, в общем-то, у нее… Она сделала сток в 1 миллиард 200 миллионов масок. Пришел к власти Аланта, они все это продали. Сказали, ну, необходимости нету, зачем нам делать сток, если у нас есть китайцы. То есть, мы вот сделаем вот так, и у нас там прилетит 225 самолетов, и привезут нам 1,5 миллиарда масок. Никто не думал, что это может быть действительно пандемия, что это захватит всех и вся, и как бы у нас власть не справлялась. Они начали рассказывать сказки. Вам не нужны маски, вам не надо это делать. Маски нужны только профессионалам, а вы их не нуждаетесь. Все равно, если на вас чихнут, то мелкие вирусы пролезут через маску к вам. Ну, то есть, шла вот такая вот пропаганда. Поэтому сейчас никто просто… Уровень недоверия к власти, вот я сегодня утром смотрел статистику, 64 процента… 64 процента французов не доверяют своему правительству, не доверяют тому, как они постно начали делать, что не закрыли границы, что не сделали то, не сделали то, не сделали то. То есть, можно было бы как бы вот эту прямую, которую у нас сейчас укривая, которую можно было бы сгладить. Но вот имеем то, что имеем. Я уже говорил по данным и Франции. То есть, вся центральная Франция вокруг Парижа, количество свободных койко-мест – ноль. Поэтому вот как дальше все это будет проходить? Ну, придумывают сейчас поезда. То есть, у нас, например, с Парижа сегодня вот два поезда вывозят заболевших, которые уже без сознания и под этим самым под кислородными баллонами их вывозят в Британию. На самолетах вывозят, на поездах. Ну, то есть, представляете, сколько стоит, например, запустить один поезд с восточной… Это ТЖВ, это скоростной поезд. Вот, например, там каждый день из Мелюза, это вот Эльзас у нас, вывозят два поезда, два ТЖВ, которые идут с восточной Франции в западную, везя каждый поезд. Вздумайтесь, огромный поезд – 16 человек. То есть, сколько это по стоимости получается? То есть, это не экономное расходование средств. То, что раньше можно было решить, как бы, ну, за те же деньги, но просто для всех людей, сейчас делается вот для 16 человек. То есть, это из пушки по воробьям. Ну, как бы, абсолютно-абсолютно неадекватные действия правительства, поэтому у нас никто правительству не верит, никто правительству не доверяет. И, ну, ждем следующих выборов, чтобы показать, сказать свой эфи, потому что сейчас в общественном мнении они упали просто ниже Плинтуса. Александр, а что у вас с правительством происходит? Как вы доверяете вашим… Во-первых, у вас каталонское правительство же есть, да, вроде бы, испанское. То есть, как вы им доверяете? Что они говорят? Как они ссорятся между собой? Кому верите? Ну, понятно, что изначально можно и понять правительство, потому что мы к этому отнеслись одинаково, без предохранения, вот, без, скажем так, серьезного отношения к этой эпидемии. Я даже помню, у меня пошли аннуляции экскурсий, я говорю, как, зачем, ну, это ерунда. Да, там где-то кто-то болеет, ну, если я реально говорю, я даже там вот не то чтобы ссорился, но разговаривал на высотных нотках с поставщиками своими. Вот. Но, видимо, они были более осведомленные, это там некоторые туроператоры, которые не только говорили о том, что мы аннулируем эти экскурсии, но и то, что люди, которые должны были уезжать там числа 14-го, их будут вывозить, а это мы говорим, число, наверное, 8-ое или 9-ое было. Они говорят, что уже нет, не то, что они аннулируются экскурсии последующие, мы их завтра вывозим из страны. Эвакуируем всех назад. Эвакуируем, да. Ну, то есть, ну, как бы не эвакуация, это добровольное, потому что люди должны сами согласиться, что их вывозят. Но, таким образом, туроператор, он гарантировал, что если люди откажутся, то они уже за них не несут ответственность. А так им предоставляется возможность улететь завтра. То есть, они сокращали свой отпуск буквально, ну, на целую неделю. То же самое происходило и в Андорре. Вывозили всех. И, как бы, я не понимал, почему такая паника. И смотрели на реакцию правительства, которое постепенно начинало принимать какие-то меры. Но это было все очень постепенно, не резко. Вот. И, конечно, если бы все понимали всю сложность ситуации изначально, то, конечно, можно было бы предотвратить такое распространение эпидемии. Вот на данный момент... Вы сейчас из трех стран. Из Италии, Франции, Испании. Я смотрю, что по количеству вот умерших уже там дня два-три вы идете на первом месте. Я посмотрел, я смотрел... Италия очень быстро. Нет, 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 нет. Италия, Испания. Испания сейчас. Испания вырвалась вперед. Да, 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 да. Сегодня с утра там, по-моему, 800 в Италии, там 864 умерших в Испании. Ну, вот последняя статистика, последняя статистика. 100 тысяч заблевших в Испании, из которых 9 тысяч 50 умерших. Спасибо. Чтобы вы понимали, два дня назад статистика... Нет, по медрабочим я сейчас говорю. 14% медрабочих на карантине. Это 12 тысяч человек. Это по медикам статистика где-то от трехдневной давности. То есть сократилось медрабочих, специализированных именно поэтому, на 14%. Это колоссальные цифры. Очень много. Понятно, что сейчас правительство приняло все меры, штрафы серьезные. Вначале они между собой, знаете, играли в такой пинг-понг. Вот. Типа, кто первый примет жесткие меры? Каталонское правительство или центрально-испанское? И ставили друг друга неудобное положение. Почему? Потому что все понимали, что если вести жесткие меры, будут серьезные экономические последствия. Серьезные экономические последствия повлияют на их рейтинг, соответственно. И принимать такие непопулярные решения очень сложно. Вот. Но пришел такой момент, что, я бы сказал, они синхронно начали вводить, даже не ожидая решения центральной власти. То есть автономное правительство начало принимать жесткие меры. Вот. Полиция штрафует очень серьезно. Это вот я вам сейчас расскажу случай из жизни не понаслышке. То есть оштрафовали моих знакомых, которые ехали в машине втроем, пара и ребенок. 1200 евро. А 400 на каждого? Да, получается. Ну, видимо там 400... Да, да. 600 и 200 за ребенка. Что-то, по-моему, такое было. Спасибо. А буквально три дня назад оштрафовали одного моего знакомого, который вышел, но забыл взять с собой маршрутный лист. Его остановила полиция, спросила, куда он идет. Он сказал, я иду в магазин покупать сладости детям. Они такие, а, да? А маршрутный лист? Он говорит, забыл. 2000 евро. Ему выписали штраф. Если он оплатит его сразу, то там 50 у нас там по закону, 50% скидки, 1000 евро. Его надо возить всегда с собой, носить всегда с собой этот маршрутный лист? Да, да, да. То есть там есть шесть пунктов, по которым разрешается выйти из дома. Да, это в аптеку, это в магазин, это... в важном предприятии, вот, и к врачу, соответственно. Ну и там по жизненно необходимому поводу, который нужно прописать тоже в этом пункте. И то есть нужно указывать пункт А, откуда выходишь, какой маршрут у тебя, куда ты идешь, и потом возврат. Но у вас же еще по штрафам. Погулять или, например, спортом заняться вокруг дома как-то? Нет, нет, это уже вообще даже не обсуждается. Это вот в начале, в начале там люди ходили, даже полицейских ловили, то есть полицейские, которые не в рабочее время находились дома и потом выбегали, их засняли на камеру, то есть какого-то высокопоставленного полицейского, который пробежкой его остановили, его сняли, его опубликовали, его как-то там наказали тоже. Вот потому что, к примеру, приведу, у нас тоже в Италии есть этот маршрутный лист, причем его еще меняют, каждых там пять дней новый делают, что-то добавляют, и люди не успевают его обновлять. Но у нас прописано в декрете то, что если ты выходишь выгулять собаку, то ты не должен его брать с собой, этот лист, но ты должен находиться в районе своего дома, где-то находишься. В том столе квартала, наверное, да. Да, да. И ты можешь… Вот. Ну да, такой же. Поменьше. Листва. И у него вот написано так, переезд между домом и местом работы, переезд для того, чтобы сделать покупки, консультация медицинская, передвижение по серьезным семейным мотивам – это для того, чтобы оказать помощь тем, кто находится в сложной ситуации. Короткое перемещение возле дома на расстоянии максимум один километр для активной физики, чтобы заняться спортом. Потом административный вызов и участие в каких-то… в общих миссиях. Ну, то есть, если, например, кто-то там едет для того, чтобы помочь там, скажем, с транспортом или еще с чем-то, потому что у нас собирались реквизировать там транспорт и Uber такси для того, чтобы перевозить, например, медиков либо еще что-то. У нас по штрафам, смотрите, у нас на сегодняшний день 5 миллионов 800 тысяч контролей осуществлено и выписано 359 тысяч штрафов. Это раз за пользу зараженных. Да, 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 да. Но просто у нас штрафы у нас стартует… Минимальный штраф 135 евро, а потом дальше при 29 тысячах. Я просто какое-то место хотел затронуть. Вот вижу у вас во Франции тоже, что и у нас в Италии, это разрешено выйти заниматься спортом где-то рядышком со своим домом. То есть… Да, ну максимум километр, но есть отдельные города, например, на юге, там один город, Сонари, они ввели… Мэр города ввел… То есть мэр имеют право вводить свои ограничения. Да, свои. Вот мэр города Сонари, он ввел ограничения 10 метров. То есть ты можешь выгулять собаку на расстоянии 10 метров от дома и пробежаться на расстоянии 10 метров от дома. То есть представля… У нас некоторые города, которые на море находятся прямо вот на берегу, да, вот как, например, Остя, Гаэта. Вот Гаэта хороший пример. Это маленький городишко, вот у него очень длинная набережная. И поэтому, так как разрешали заниматься спортом, то по этой набережной просто бегали сотни человек напротив друга. Естественно, бегают так где не вокруг дома, а на берегу моря, на набережной. Ну, у нас… У нас было вот такое… А они закрыли, мэр там высказался, нет, спортом в этом городе не занимаемся. А в другой ты не имеешь права ездить. Потому что люди придумывали все что угодно, чтобы выйти из дома. По заболевшим… По заболевшим у нас сейчас в два раза меньше, чем в Испании. То есть у нас на данный момент 55 тысяч заболевших. Из них 22 тысячи на госпитальном лечении. Я знаю… Выздоровели… Выздоровели 9,5 тысяч. И 5600 находятся под аппаратами искусственного дыхания. Ну, и 3,5 тысячи уже умерли. Угу. То есть данные такие достаточно… Достаточно неприятные. Ну, на самом деле, по крайней мере, вот что-то пытаются сейчас выправить, потому что хоть с этим карантином народ хоть стал меньше уходить. И видно, что если раньше рост дневной и количество заболевших был 22%, то сейчас вот он 3% всего. То есть он уменьшился в 7 раз. Но опять, рост не остановлен. То есть мы не дошли еще до пика. То есть как до пика дойдем. Но у нас сейчас вот до 14 апреля мы сначала на карантине. Ну, и потом еще две недели продлятся. То есть у нас карантин формально будет, я думаю, что до 30 апреля. И потом еще будет период, наверное, там двух- либо трехнедельной декарантизации. То есть не хотят сразу всех выпускать. Постепенно будут открываться. Да, постепенно. То есть наверняка там будут открываться города и зоны, где нету заболевших. Потому что такие есть до сих пор. Если везут там с востока на запад, значит на западе как бы ситуация намного лучше. Поэтому вот. Вот у нас почти подобная ситуация. Я смотрю сейчас вот на сайте. У нас 106 тысяч заболевших в общей сложности. А у Испании 102 тысячи. Активных, то есть тех, которые сейчас находятся прямо, лечатся. Это 78 тысяч у нас, 70 в Испании, смотрю. Умерших у нас 12 с половиной тысяч. А в Испании 9. И что больше всего удивляет, это процент смертности. В Италии это 11 с половиной процентов. Почти 12. А в Испании 9. А вот если смотришь во Францию, во Франции меньше. Во Франции кажется 6 с половиной или 7 процентов. И ты посчитай сколько в Германии. Потому что в Германии намного большее количество тестов. И они... У них один процент. Да, да, да. Вот это то, что было в Южной Корее. То есть они пошли полностью по южнокорейскому варианту. Да. Ну... Хорошо хоть это самое. Ну, сейчас на первое место выходят уже вот на сегодняшний день. Первое место в мире занимают уже Соединенные Штаты. Позже всех стартовали. Ну, там вообще будет, я думаю, совсем весело. Ну, страна побольше тоже может быть из-за этого, конечно. Ну, распространение как бы... Я не думаю, что это из-за этого. Я думаю, просто из-за того, что они... Они уже до сих пор карантин не ввели. У них же карантина нет. Да, да, да. И халатное отношение... Трамп отказался. Трамп отказался. Трамп отказался выводить. Он сказал, что этого дела... Что нам нас пронесет, это сыграло плохую, конечно. Он сказал, что следующие две недели будут страшными. Ну, Трамп, он такой человек. Сегодня говорит одно, завтра говорит другое. То у нас все нормально, тут фигня, переболеем, сопли потекут и все пройдет. А тут уже бьется в панике, и что завтра он не скажет обратное, тоже сложно сказать. Ну, это я же говорю, это как наш. Один в один. Человек, который объявляет, вам не надо выходить в масках, и потом едет в госпиталь и хирургическую маску не снимает просто с лица. Поэтому, ну, как таким людям вообще можно верить, непонятно. Нет, что самое интересное, маски, вот, они не помогают тому, кто ее носит. Маски, они больше для того, чтобы, если ты не знаешь, что ты заражен коронавирусом, то ты не распространяешься. Естественно, естественно, естественно. Да, то есть маска... Многие ошибаются, вот я одел маску, все, я как бы в танке. Нет, она тоже, она тоже осталась. Она останавливает. Она останавливает, но какое-то определенное количество. Слушайте, давайте поговорим о финансовой помощи. Вот, например, Виталий, вот вы все работаем гидами. Я не знаю, как у вас, у меня, например, есть моя так называемая партия ИВА, то есть мой, ну, ИП, то есть мое частное предпринимательство. И я также нахожусь в одном кооперативе. У нас есть еще там, ну, у меня есть как рабочий контракт с этим кооперативом, потому что им так, ну, удобнее было мне деньги приводить, поэтому у меня есть две позиции. И вот я хорошо понял нашу ситуацию в Италии, как они тебе возмещают убытки. Так как мы оказались в той категории деятельности, где мы не можем работать совершенно никак в связи с карантином, потому что это сделали даже нелегальным проводить сейчас экскурсии. То есть я не могу сейчас взять туристов, если бы они были, и гулять с ними по испанской лестнице. Потому что меня остановят и скажут, ты что делаешь? Я скажу, я работаю. А вы что делаете, туристы? Говорят, а мы гуляем, нельзя, карантин. Штрафы всем подряд, естественно, ну, сам понимаете, чем закончится. Поэтому, что придумало наше любимое государство Италия? Мне полагается 600 евро за весь месяц март, как мой ИП. А от позиции зарплаты… Я перебью. 600 евро – это получается, как ты платишь автонома ежемесячная постоянная выплата или как это? Нет, это они мне дают. Они мне дают 600 евро за то, что я не плачу на эту зарплату, они мне просто их дают. 600 евро в возмещении убытков, как бы, из-за карантина. И 80% от зарплаты, которую я получал раньше. Ну, там же, сами понимаете, как с нашими зарплатами там, что они там подписали, что они сделали там. Но самое интересное, что офисы все закрыты. Поэтому для того, чтобы их получить эти деньги, я должен, ну, как бы, идти к моему бухгалтеру, сделать документы там, подписать, это выставить, кто-то это должен пересмотреть. Эти не 600 евро, не те 80%. Мне раньше, чем в мае, в июне, никогда не придут. Ладно, у меня есть моя заначка, я живу. Но человек, который работал, может быть, не отложил ничего. Ему сейчас нужны деньги на хлеб. А правительство даже не рассматривает эти документы, офисы закрыты. Как это в ваших странах работает? Что мы-то все злимся на нас. У нас та же система практически, только у нас выделили какое-то определенное количество денег, чтобы попытаться возместить людям потерю. Потому что, действительно, многие, я не знаю, по статистике процентов 15 даже не дотягивали до заработной платы, то есть сидели на кредитах. И поэтому, если там кто-то сумел отложить жировой запас и может там, условно, месяц-два-три просидеть вот так вот, закрывшись и ничего не получая, то много семей, многодетные семьи, например, которые формально с этим не справятся, разрешили фирмам безналогово выдавать по тысяче евро. Ну, опять, это не государство выдают. Это выдают конторы, в которых люди работают. А государство, как бы, возмещает людям, по сути, часть минимальной заработной платы. Ну, минимальная заработная плата во Франции – 1400 евро. То есть вот люди, которые работали на полную ставку, они имеют право получить вот такую сумму. Но, опять, это нужно еще оформить, это нужно еще получить разрешение, не разрешение, ну, авторизацию, то есть разрешение со стороны контролирующих органов на его получение. Поэтому, ну, я сегодня буду смотреть, что там мне полагается, что-то не полагается. Ну, вот попробую что-то оформить. Но, в любом случае, это будет мизер по сравнению с тем, что ты получаешь, нормально работая гидом в месяц. Поэтому… Ну да, конечно, совсем не то. А как у вас в Испании? Какая финансовая поддержка от государства? Ну, значит, я являюсь президентом транспортной одной кооператива. Также у меня своя компания – это SL, это ООО. И также у меня ИП, да, то есть это индивидуальный предприниматель. Вот, значит, что… Соответственно, там у нас есть рабочие, которых я планировал сокращать, вот, в связи с событиями. И, значит, какие… План помощи проработало правительство. Чтобы людей не увольнять, они идут на как бы временный отпуск, временное приостановление контракта, это называется. Даже не отпуск, это что-то новое такое придумано. И во время этого периода правительство будет выплачивать 70% от зарплаты, а предпринимателям будет, ну, практически полностью погашать социальный пакет. Вот, то бишь на этот период предприниматель, он сравнительно поддержан. Но тут нужно учитывать еще расходы по фирме. Есть такое понятие, это, значит, налоги. Вот сейчас у нас как раз закрываем триместр и делаем все декларации. Значит, здесь вопрос, что рассматриваться сейчас, что, возможно, эту декларацию перенесут. Они ее посчитают сейчас, но ее сейчас оплачивать не надо будет. Налоговые каникулы. Да, возможно, это возможно будет. Как для индивидуального предпринимателя, значит, временно погашаются задолженности. То есть, индивидуальный предприниматель, в зависимости от рода деятельности, платит от 200 до 320-350 евро ежемесячно за то, что у него просто есть род деятельности коммерческой. Это налог пенсион, когда вот это все... Нет, это разрешение на индивидуальное предпринимательство, я сказал бы это так. Вот, она фиксирована, она может колебаться там из года в год, но она вот ежемесячно, ты платишь там, тебе зафиксировали на год 280 евро, я плачу ежемесячно. Вот это тоже они сейчас сняли. Но потом фирму-то надо же поддерживать. В любом случае, простой фирмы – это колоссальные расходы на будущее. И тут со стороны правительства будут выделяться кредиты. Кредиты неплохие, нужно подать документы, нужно балансы. Вот, в банк, непосредственно в банк, где на фирме открыт счет, предоставляются туда эти все документы на кредит. И кредиты там разные, в зависимости от какой у тебя был оборот в фирме, соответственно, предоставляется тот или иной кредит под один или долевой процент. Это вот очень хорошо. Есть разные типы кредитов, есть долгосрочные, а есть так называемый кредитный полис, который дается на год, вот, и выплачивается только процент, то есть сам кредит не выплачивается, а в конце его там либо продлить еще на год, и он выдается на два года с возможностью продления еще на год, в случае, если там предприниматель не справляется. То есть в этом плане, я бы сказал, очень хорошо, потому что если так просто пойти в банк взять кредит, то семь, восемь, десять процентов годовых раньше выдавали кредит, и их сложно было взять. То есть сейчас есть такая хорошая возможность запастись кредитами. Ну и потом, конечно... Это потребительский кредит под такой процент? Оперативный, наверное. Это для предприятия. А вот что по поводу лизингов, например. Вот у меня есть автомобили в лизинге. Нам за март все-таки деньги собрали, а вот за апрель сказали, деньги собирать, ну, со счета снимать не будут, и заморозили аж до сентября, мне кажется. Ну, что касаемо кредитов, вот лизингов, ипотека у кого-то есть, то здесь нужно разговаривать с банком. Единственное, что могут поставить, например, в Испании, это отсрочку. На месяц, на два. Ну, кредитные, да, кредитные каникулы. Да, да. Вот, это максимум. Ну, как бы и так нормально, если там на месяц, на два срочи, тоже неплохо, я считаю. Но дело в том, что мы-то не зарабатываем. Вся фишка в том, что мы-то не зарабатываем. То есть эта помощь, она сглаживает все, но потом всю машину запустить рабочую нужно будет. Сколько пройдет времени, если, допустим, мы выйдем там из карантина? Когда вы думаете, мы выйдем из карантина? Какие ваши прогнозы? Ну, на данный момент прогнозировать что-то сложно, да, с тем, как меняется ситуация, но я ориентируюсь по авиарейсам всегда. На данный момент, на май месяц не было аннуляций рейсов из России в Испанию. У нас аннулировали, у нас Победа до 31-го не летает в Рим, до 31-го мая. 31-го мая? Да. Победа и С-7, они вот до конца мая не летают. Аэрофлот летает... Это частная компания, Аэрофлот. Аэрофлот летает и до сих пор, но тебя не посадят на рейс на Рим, например, если ты... Я имею в виду, знаете, чартерные рейсы, это то, что туроператоры работают. Понятно, понятно. Вот мне прямо сейчас... Пока мы с вами разговариваем, сейчас один человек... У нас конец апреля. Хочет, чтобы я забрал его из Милана, привез в Рим, потому что сегодня... Ну, хотят улететь, там не пускают сейчас на Москву, больше чем 500 человек в сутки. И есть кто хочет пробиться на самолет, спрашивают, не мог ли я из Милана сейчас кого-то привезти в Рим. Ну, это, естественно, расстояние далекое, я не смогу. Но пытаются как-то выехать оттуда. Рейсы есть, просто не пускают сейчас даже вот в Москву из-за карантинных мер. Ну, все рассчитывают, вот я общаюсь с туроператорами, где-то обновить работу на июнь месяц. Да. Ну, как бы это все равно, это катастрофически. Пока люди еще расшатаются, доверие потом вернется к нашему Европе, понятное дело. Не, я думаю, если там поедут, откроют рейсы, поедут туристы, то работа пойдет. И пойдет, я думаю, сразу. Мне кажется, люди засидятся сейчас и захотят, как только откроются врата. Ведь фишка этого вируса еще в том, что, согласно медикам, там, экспертам, что мы переболеем им все. То есть кто-то, так это все равно, чтобы не переболеть гриппом когда-нибудь. Или там в легкой стадии, или в какой-то стадии. То есть это, можно сказать, одна из болезней, теперь будничных, я думаю, так вот оно будет развиваться. То есть, мне кажется, да, то есть не хочу пугать и так далее. Но мне кажется, мы этим переболеем все. И те показания, которые сейчас, как бы… То есть, проблема, как говорил Анатолий. Выработается иммунитет, и мы будем спокойно летать, уже не переживая о том, что как бы это что-то новое будет для организма. Проблема коронавируса в том, что у них нет долгого иммунитета. То есть у тебя даже тот же Китай, который сейчас вот они все там проболели, например, в тех же регионах, там сейчас пошла вторичная волна заражения от приезжих, от тех, кто приезжает. И у него нету… у этого коронавируса нету долгого иммунитета. То есть ты переболел, и через какое-то время можешь заболеть опять. Поэтому тут такая, может быть, шарманка без конца, поэтому… Ну, я о чем и говорю, что это будет естественной болезнью всего человечества, мне кажется. У нас пока никто не планирует, что будет дальше, чем конец апреля. То есть у нас конец апреля планируют, что с теми мерами, которые предпринимает правительство, и там с тем, что собьют это вот, собьют, но не в ноль, но в какое-то… Тут же невозможно полностью убрать людей зараженных. То есть просто доведут до такого уровня, когда будут справляться медицинские учреждения, и начнут потихонечку опять это… Да, начнут потихонечку все это отменять. Но опять это все вилами на воде писано. Но мы планируем, что… Мы планируем, что это до конца апреля. Какая у нас будет жизнь после вируса? Хотелось бы, да. Что-что? Какая будет жизнь после вируса? Она останется прежней или уже что-то у нас изменится? Я думаю, это наложит, наложит однозначно след. Потому что, ну, мы там выходцы из бывшего Советского Союза. У нас были такие понятия, как гражданская оборона и так далее и тому подобное. Нас готовили к многим вещам и болели раньше там по-разному. Но именно вот такого и глобального, я думаю, это какая-то часть парной отложится в головах людей. Потому что, ну, никогда такого не было. Я не помню свою жизнь там ни отец не рассказывал, ни дед не рассказывал, чтобы вот так вот по-страшному, в такой панике и так масштабно все закрылись и испугались и сидят, ждут, когда это все закончится. Анатолий, что думаешь? Какая будет жизнь после вируса? У меня вообще большие, большие сомнения насчет того, что не будет крупных каких-то изменений вот даже на уровне Евросоюза. Потому что, ну, смотри, что получилось. Там, если брать, если брать, например, Италию, которая первая оказалась сложной ситуацией, кто из европейских стран ринулся оказывать помощь итальянцам? Да. Ну, мы говорим про европейскую солидарность. Кто-нибудь оказал помощь, кто-то прислал маску, кто-то прислал аппараты искусственной вентиляции легких. Нет, никто. Немцы отказались. Французы там прислали какую-то мизерную помощь. Там помогал Китай, помогала Куба. Помогала Россия. Помогала Россия. То есть, ну, вот как бы... Поэтому я говорю, что как бы то, что говорили, декларировали там какие-то общие принципы, вот эти вот всеобщего общежития вот в этой Европе, они все... А это все оказалось пшиком. Это в итоге, я говорю, вот это вот налет цивилизованности там в полмиллиметра, который есть на каждом человеке либо на каждом государстве, вот когда его поскребешь, когда возникают вот такие вот шкурные проблемы, то никто не думает о каких-то там союзах, не союзах, каждый сам за себя. Поэтому я думаю, что-то кардинально поменяется, причем поменяется очень сильно. Ну, по крайней мере, во Франции, вот вчера выступал наш Эммануэль, и возвращается производство масок. Мы не надеемся больше на Китай. Возвращается производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Возвращается базовое производство в страну. То есть, то, что раньше считалось, что отдали на откуп там всеевропейскому производству, сейчас пошло опять упор на национальный суверенитет, на национальное производство. То, что рассказывал Трамп, из чего все смеялись, сейчас, по большому счету, я думаю, что будет идти здесь с дикими темпами. Ну, да. Я тоже так думаю. У нас в Италии очень много сейчас говорится уже не о самом вирусе, а именно о Европе. Вообще итальянцы в последнее время не очень рады Европе даже без вируса, потому что чувствовали себя намного сильнее 20 лет назад, когда у нас была лира. Покупательская способность, ну, потребительская способность у итальянцев была выше, чем сейчас. Чувствовали себя чуть лучше, но они очень ностальгируют по своему суверенитету. Ну, не все. Одна часть за, другая против. Но чем больше вот таких проблем, как коронавирус, тем больше людей становится против Евросоюза. И в каком-то смысле, может, они и правы. Я даже не знаю, как это сейчас в своей колокольне на это смотреть. Но, может быть, действительно сами по себе бы и смогли как-то жить лучше, чем в компании, которая ничем не помогает. Ну, что ж, я думаю, мы уже где-то около часа с вами разговариваем. Да, я еще хотел прокомментировать все-таки по поводу евроскептических мнений. Я все-таки сторонник Евросоюза, несмотря ни на кто. Вот. Я думаю, что это было сейчас большое испытание для народов Евросоюза. Я думаю, что люди сделают определенные выводы с этого всего происшедшего. Понятно, что многие страны повели себя, ну, паникерски, скажем так, да. И были сделаны некрасивые по отношению к другим странам решения, принятые решения или действия. Вот. Но я все-таки думаю, что это укрепит. Укрепит Европу и заставит их задуматься, закрыться немножко внутри себя. И подумать, кто мы, что мы, для чего мы. И как сделать, чтобы жилось лучше. Вот. Мне кажется так. И я думаю, что именно этот кризис реально открыл глаза, кто друг, кто враг, кому мы безразличны. Вот. И хотелось бы, чтобы из этого были сделаны выводы и не рассчитывали на помощь извне, а концентрировались на внутренних проблемах, решали внутренние проблемы. Ну, я считаю, конечно, я не сторонник заговоров как бы, но зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки, она слишком колоссальна и вредительна. Я думаю, что вопрос стоит не в том, что Италия жила лучше без Европы или Испания жила лучше без Европы. Я думаю, что Европе в целом, всем странам европейским нужно принять решение о том, что решать свои проблемы самостоятельно, без давления извне. Потому что мне кажется, что самая большая и основная проблема Европы – это влияние, как бы мне казалось, Соединенных Штатов Америки на принятие всех решений. Как-никак, Европейский Союз – это колоссальная территория, колоссальное количество народов, и у них нет своей армии. И мне кажется, проблема Франции именно вот этих желтых жилетов, она началась именно тогда, когда М. Макрон поднял вопрос о том, что Европа должна иметь свои независимые вооруженные силы, а не поднятие цен на бензин на 3 копейки. Именно эти желтые жилеты в таком продолжительном времени создавали столько проблем в стране. Это мое мнение. Это тема другого разговора. Окей, давайте заканчиваем. У нас уже около часу… Хотелось вложиться в 20 минут, но оказывается 20 минут – это на каждого, уже вот час. Поэтому я предлагаю встретиться еще раз, может быть, через некоторое время, недельки там через 2-3, когда мы будем подходить к завершению нашего карантина и подвести итоги, посмотреть, в чем мы были сегодня правы. Анатолий из Парижа, Александр из Барселоны, я из Рима. Коллеги, держимся! До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok